У Маши проблема со слухом была более простая. Она родилась с хорошим слухом, при проверке никаких проблем не было. Первые проблемы появились примерно в два года. И речь формировалась не очень хорошо. И проверяли, появилась первая степень, вторая степень, третья степень. Появились слуховые аппараты, аналоговые, цифровые аппараты. И к пяти годам слух был уже очень плохим, третья степень. К шести-семи годам это была четвертая степень. И вопрос уже стоял, что надо рассматривать вопрос об имплантации. Но Маша у нас является членом национальной сборной Казахстана в спортивной скалазне. И она может участвовать в любых соревнованиях международного календаря. И мы специально посмотрели, где есть какие соревнования. Они выбрали соревнования, вот Европейский кубок молодежный по трудности в Инстите. Потому что Инст рядом с Инсбруком. А в Инсбрук мы знали вот из интернета, что это штаб-квартира Медель. А в Меделе появился новый имплант, новый аппарат. С новым аппаратом, я думаю, будет легче. Потому что мне нравится, что она одночасто. И невинно, она маленькая. Просто зацепить и все. Мне легко общаться с людьми. По телефону, по скайпу. И общаться вживую друг с другом. По поводу впечатления от кохлеарной имплантации, мы не сожалеем ни одной секунды о том, что мы сделали кохлеарную имплантацию. То есть это две огромных больших разницы. Слуховой аппарат и имплант – это несопоставимые вещи. То есть слуховой аппарат, если у вас есть остаточный слух, да, он, конечно, хороший. Если у вас тотальная глухота, единственное решение – это имплантация.